Улица Нагина в поселке Управленческий. Место рыбное во всех смыслах. Рядом продуктовый рынок, мимо проходит много покупателей. И лоток срывы у дороги пользуется спросом. Вот только разрешения на торговлю у продавца нет. Рядом с продуктами мусор и грязь. Администрация, послание с района. Сейчас вот чем помочь не может. Что значит помочь не может? Ну нет, это с собой. Ну а что, здесь лучше или дешевле? Почему здесь? В общем, они вроде подешевле. Но какая разница, девушка? Какая разница, я не торгую. А там тоже всякое бывает, понимаете, все там тоже бывает. О том, что на торговлю нужно специальное разрешение, продавец не знает. Говорит, всеми вопросами занимается начальник. Ну мы никогда не обращались, мы всегда так работаем. То есть на всех рынках встаем за место, платим и работаем. Я первый раз на такое нарвалась. На любых рынках приезжаем, администрация походит и платит. А я же не знала, что здесь что-то так. Я думала, подойдут, так же заплетим и все, я же не знала. Теперь буду знать. Протокол, штраф до 4,5 тысяч рублей и стихийная торговля сворачивается. На втором квартале поселка Мехзавод проверяют лотки с молочными продуктами и домашними заготовками. Все наше, да. Сами делаем, сами доим, сами обрабатываем. Дворог делаем, масло, сметану, все. Ну и чтобы торговать, вы получили разрешение? Да, торговать, чтобы получили разрешение. Вы не ругаете сами нормальную культурную вежу? Пошлите кто-нибудь, пошлите со мной. Что это? Давайте, давайте. На проверку уличных лотков сотрудники администрации и потребительского рынка выезжают постоянно. Каждый раз составляются десятки протоколов об административном нарушении. Результаты есть. В этом году незаконных точек на улицах стало меньше. Инициатива и наша, и депутатская увеличится за эти штрафы, чтобы как можно меньше этих злачных мест было. Потому что от этих злачных мест и бардак, и мусор. Бывают и агрессивные торговцы, бывают добрые. Ну, как вы, наверное, уже убедились, у нас бывают и жители, которые говорят, да, уберите. Здесь нам неудобно, что торгуют, а бывают жители, которые говорят, что вы гоняете, нам удобно, у нас вот вышли и здесь. Поэтому, как бы, что торговцы, что жители у нас делятся на те, кто за и те, кто против. Чтобы торговля устроила всех продавцам, нужно получить разрешение в МП ярмарки Самары в специально отведенных местах. А жителям активно сотрудничать с районной администрацией. Олеся Корецкая, Константин Головин. События.